Добрый день! Мы продолжаем разговор о нашей флагманской линейке Siberian Supernatural Nutrition и речь пойдет о натуральных витаминах. Это первые натуральные витамины на рынке СНГ. И Юрий, в связи с этим у меня к себе первый вопрос. Действительно, натуральные витамины лучше синтетических и как тогда вообще относиться к синтетическим витаминам, которые составляют почти 99,99 мировых продаж? На самом деле, когда возникает вопрос, аналогичны ли синтетические витамины натуральным, мнение всегда делится пополам. Существует масса доводов как в пользу натуральных, так и в пользу синтетических витаминов, самых разных. И тем не менее, я считаю, что однозначно натуральные витамины лучше синтетических. И более того, я уверен, что любой человек на самом деле считает точно так же. Вот представьте себе, я вам задаю вопрос. Как вы думаете, откуда лучше получить витамины? И выношу сюда на стол различные источники витаминов в виде пищевых продуктов. Апельсины, рыба, салат, редис и так далее. Или вы выпьете вот эти капсулы. Большинство людей совершенно однозначно скажет, что, конечно же, лучше получать витамины из пищи. И тем самым они отвечают на этот вопрос, что натуральные витамины, безусловно, лучше, роднее, эффективнее для нашего организма, чем синтезированные. Но это наше внутреннее ощущение, которое исходит из того, что мы понимаем, что то, что предопределено нам природой, оно, безусловно, лучше, чем то, что потом человек создал с помощью своих технологий. Но вот если мы уходим в плоскость, я бы сказал, экономическую, урбанистическую, то там, конечно, вот такого однозначного ответа у людей не будет. Потому что всегда возникает вопрос удобства применения, всегда возникает вопрос цены продукта. А надо понимать, что натуральные витамины, конечно же, намного дороже, чем синтетические. И вопрос, на самом деле, заключается только в том, что люди спрашивают, а являются ли синтетические витамины разумным ценовым компромиссом в нашей повседневной городской жизни. И вот я хотел бы ответить именно на этот вопрос прежде всего. Потому что действительно, если мы посмотрим рынок мировых продаж витаминов, мы увидим, что на 99% это синтетические витамины. Мы зайдем в любую аптеку, в любой магазин здорового питания, обратимся к ассортименту любой компании, занимающейся нутрицептикой, мы увидим, что там синтетические витамины. И вот вопрос, как к этому относиться. На самом деле, если говорить о большинстве витаминов, то эффективность натуральных витаминов и синтетических витаминов, в принципе, примерно одинаковая. И если вы принимаете синтетические витамины для того, чтобы не допустить какого-то дефицита, особенно это важно для таких критических состояний, как беременность или пожилой возраст, то в данном случае вы совершенно четко можете быть уверенным, что ваш организм будет функционировать нормально, полноценно и адекватно. Вопрос заключается несколько в другом, в тех нюансах, которые уже заметны людям, я бы сказал, продвинутым. То есть на самом деле вопрос натуральных витаминов – это вопрос подготовленности, образованности и продвинутости самого человека. Что он знает о питании, и что он вкладывает в понятие питания, что он хочет получить от продуктов питания или от биологически активных добавок, их заменяющих. То есть это вопрос именно подготовки человека. То есть если мы опять вернемся к вопросу сравнения чистых субстанций натурального происхождения и синтетического, то в большинстве случаев разницы большой не будет. Хотя, конечно, есть исключения. Вот, например, возьмем натуральный бета-каротин и синтетический бета-каротин. Это совершенно четко доказанный факт, что синтетический бета-каротин теряет свою антиоксидантную активность, а очень часто даже наоборот проявляет проокислительную активность, в отличие от природного каротина. И это связано с тем, что природный каротин состоит из очень многих разных фракций, куда входит и бета-каротин, и альфа-каротин, и другие каротиноиды. А синтетический бета-каротин – это чистый бета-каротин. И он в организме себя ведет по-другому. Я, конечно, подозреваю, что то же самое происходит и с другими веществами. Просто там разница не такая критичная. Хотя, опять же, давайте возьмем тот же витамин С. Вот мы берем чистую субстанцию природного витамина С и субстанцию синтетического витамина С. Формально они оказывают одинаковое действие. Но в природе витамин С никогда не бывает один. И вообще, на самом деле, в организме он никогда не действует один. Он все время действует в паре с флавоноидами. То есть витамин С – это только пара с флавоноидами. И возьмите любой природный продукт, содержащий витамин С, он обязательно содержит в себе огромное количество флавоноидов. Те же лимоны, те же апельсины, те же яблоки – любой источник. Это еще более богатый источник биофлавоноидов. Или его еще называют витамин П. И они в организме человека всегда действуют в паре. А в большинстве аптечных препаратов, в большинстве синтетических поливитаминов мы видим только витамин С и полное отсутствие витамина П или любых других флавоноидов. Вот эта разница будет уже огромная. То есть если мы оценим действие витамина С и сравним натуральный и синтетический, мы особой разницы не увидим. Но если мы поймем, что в природе витамин С отдельно не действует, и уже посмотрим весь спектр эффектов, которые он оказывает вместе с флавоноидами, мы увидим огромную разницу между двумя вот этими субстанциями. Но это опять же вопрос подготовки человека. Что он знает о питании? И поэтому мы понимаем, что выводя на рынок натуральные витамины, мы прежде всего обращаемся к людям, которые подготовлены. И мы понимаем, что далеко не все люди готовы покупать за достаточно высокую цену натуральные витамины. Но те, кто готовы, они, конечно, оценят такой ход. Нашей компании 23 года, и мы постоянно пытались зайти на территорию натуральности и натуральных витаминов. Я помню, в 90-е годы у нас был Вител. В 2003 году появились ритмы здоровья, это бестселлер, мы продаем ему сейчас в огромном объеме. Почему вот только сегодня стали возможны появления в ассортименте абсолютно 100% натуральных витаминов? Мы уже неоднократно говорили о том, что любой инновационный продукт в нашем ассортименте никогда не появляется вдруг ниоткуда. Это на самом деле результат очень долгой работы, накопления большого опыта, взаимодействия с различными поставщиками и так далее. Если возвращаться назад в 90-е годы, когда появился вот этот первый витаминный комплекс Вител, который содержал в себе только витамины и минералы натурального происхождения, мы должны понимать, что вот эта тяга людей к абсолютно натуральным витаминам и минералам, она есть всегда. Понятное дело, что мы хотели дать людям что-то, чтобы удовлетворяло вот этим их потребностям. Но тогда в 90-е годы не было совершенно никаких технологий. Этот продукт, который мы создали, он действительно содержал натуральные витамины и минералы, но проблема в том, что в очень низких количествах. И его нельзя никак было считать профилактическим и уж тем более корригирующим средством. И поэтому мы и отказались в дальнейшем от этого продукта, и попробовали реализовать эти наши идеи в составе ритмов здоровья, которым уже больше 15 лет. Понятное дело, что опять же, в силу отсутствия технологий, мы не могли все витамины использовать в натуральном виде. Большинство витаминов в составе данного продукта являются синтетическими. Но уже тогда, имея определенные технологии, мы включили в состав многие вещества природного происхождения. Например, тот же самый ликопин, тот же самый бета-каротин, природный селен и многие другие вещества природного действия, которые усиливали или приближали действие синтетических витаминов к действию натуральных. Вот, например, используется в составе ритмов здоровья синтетический витамин С, но он усиливается действием тех самых биофлавоноидов, о которых мы говорили. А они уже натуральные. И то есть в данном случае обеспечивается некий компромисс. То есть в составе ритмов здоровья, может быть, поэтому они так любимы нашими клиентами, достигается вот этот некий баланс. С одной стороны, дозы всех веществ и минералов адекватные, но при этом часть витаминов синтетические, но уже часть натуральные. И вот этот баланс приближения к натуральности, он выравнивается. И поэтому этот продукт до сих пор в нашем ассортименте, никто не собирается его оттуда убирать. Но с 90-х годов прошло уже 20 лет. И, конечно, за 20 лет ведущие производители и разработчики пытаются ответить на этот вопрос. А как все же обеспечить полностью натуральные витамины? Насколько это возможно? И должен сказать, что вот сейчас мы наконец-то приблизились к решению, но если не всех задач, то большинство задач по выделению из природных источников природных витаминов в адекватных дозировках. То есть вопрос стоял не столько в выделении натуральных субстанций, сколько в выделении их в адекватных дозировках. И вот сейчас эта проблема более-менее решена, и поэтому сейчас появляется этот наш продукт. А давай сейчас поговорим о производителях и поговорим о компонентах. Какие самые интересные компоненты ты бы хотел выделить натуральных витаминов? Ну, с моей точки зрения, любой компонент данного продукта является интересным, потому что, по сути дела, это инновационный компонент, впервые появившийся на рынке в виде натуральной субстанции в адекватных дозировках. Ну, например, давай поговорим о витамине D. Все знают о важности витамина D. Одно время говорили только в применении к костной системе, а сегодня все понимают, что это абсолютно универсальные витамины. Это, по сути дела, даже не витамины, а гормон, влияющий на огромное количество процессов в нашем организме. И сегодня у витамина D открывают все больше и больше очень интересных функций, которые говорят об абсолютно его незаменимости. Если мы возьмем, например, те же самые 70-е, 80-е годы, тот же самый Советский Союз был все время натуральным. Вот здесь парадокс. Примерно до 90-х годов витамин D был натуральным. А именно, дети получали витамин D в составе рыбьего жира. В составе рыбьего жира витамин D является абсолютно натуральным. Проблема возникла в том, что где-то в начале 90-х годов открыли факт того, что рыбий жир, неочищенный, неконцентрированный, содержит в себе, во-первых, большое количество тяжелых металлов, потому что, к сожалению, наш океан очень сильно загрязнен. И прежде всего это ртутное загрязнение. Потом был открыт второй момент, что рыбий жир в чистом виде практически не хранится. Он очень быстро окисляется и превращается из полезного в крайне вредное вещество. И поэтому рыбий жир, как источник натурального витамина D в 90-х годах, по сути дела, попал под запрет. И если мы сейчас возьмем концентрированные формы рыбьего жира, которые сегодня достаточно широко используются для профилактики, для поддержания здорового образа жизни, мы увидим, что он содержит витамин D, но не натуральный. Почему это происходит? Потому что рыбий жир берут из сырья, прогоняют через мощнейшую систему очистки и концентрации. И в результате этого уходят все примеси, в том числе натуральные витамина, натуральный витамин D и так далее. И потом в этот концентрат уже добавляют синтетический витамин D. Поэтому если мы сегодня берем концентраты рыбьего жира, которые присутствуют сегодня у серьезных производителей, мы должны понимать, что это синтетический витамин D. То есть раньше он был натуральным, но в результате вот этих открытий он стал синтетическим. И почему, по сути дела, последний натуральный витамин мы потеряли. Каким образом решается сегодня эта проблема, и в данном случае в натуральных витаминах? Очень, с моей точки зрения, интересным способом. Ведь на самом деле все открытия, которые происходят, в том числе самые громкие, они часто связаны в связи с тем, что человек наблюдает за природой. Потому что все открытия лежат внутри природы, нужно просто за ней наблюдать. И вот оказалось, что такое природное вещество, как эргостерин, который образуется в результате деятельности паразитирующих грибков на пшенице, например. Казалось бы, это бич сельского хозяйства. Или эту же технологию можно перенести в дрожжевые культуры. Дрожжи тоже являются грибками. Они синтезируют вот это биологически активное вещество. Оно является для человека достаточно вредным. Именно поэтому пшеница, зараженная эргостерином, подлежит утилизации. Но самое интересное заключается в том, что при воздействии ультрафиолетовых лучей солнечного света на эргостерин из него начинает синтезироваться эрго-кальциферол, то есть витамин D2. Природный витамин, который образуется в результате природного процесса. Специалисты канадской компании Lalliment научились управлять этим процессом. Выделя на дрожжевых культурах, они стимулируют синтез эргостерина, потом обрабатывают его ультрафиолетовым светом, и в результате совершенно естественных физических процессов, совершенно естественных природных процессов, образуется витамин D2, который дальше можно концентрировать и получить адекватную дозировку, необходимую любому человеку. С моей точки зрения, это очень интересное вещество, которое сейчас только набирает популярность, потому что, по сути дела, если мы говорим о натуральном витамине D, это единственная альтернатива натурального витамина D. С моей точки зрения, интересным, конечно, является и натуральный витамин Е, потому что витамин Е все признают, что он очень важен, и в современных витаминных продуктах или монопродуктах он используется очень широко, взять ту же самую косметическую тему, ведь это один из самых универсальных и самых мощных антиоксидантов. Но он везде используется в синтетическом виде, это всем известный альфа-токоферол. Он действует как очень сильный антиоксидант, с этим спорить нельзя. Если вы принимаете препараты витамина Е, вы правильно делаете. Но если мы возвращаемся к вопросу сравнения природных субстанций и синтетических, мы понимаем, что между ними есть большая разница, потому что альфа-токоферол – это чистая субстанция, состоящая из одной единственной молекулы – альфа-токоферола. В природе витамин Е представлен огромным количеством различных модификаций тех же самых токоферолов и токоферолов. Токоферолов как минимум насчитывается в четыре фракции – альфа, бета, гамма, дельта. Токоферолов их еще больше. И вот природный витамин Е представляет из себя сумму вот этих всех природных фракций витамина Е. И у каждой из них есть своя точка применения в организме. Именно поэтому, если мы начнем сравнивать эффективность синтетического витамина Е и природного витамина Е, мы, конечно, увидим огромную разницу. То есть если мы просто берем антиоксидантные действия, то они примерно одинаковые. В данном случае это компромисс. Если вы принимаете витамин Е синтетический только для антиоксидантного действия, нормально. Он будет примерно соответствовать антиоксидантному действию природного витамина Е. Но если вы вспомните, что у природного витамина Е есть еще огромная масса других функций, влияние на репродуктивную функцию, влияние на обмен холестерина в организме, влияние на сосудистую стенку, вы поймете, что это гораздо более широкое воздействие. Поэтому если вы используете природный витамин Е, то вы обеспечиваете задействование гораздо большего количества природных функций витамина Е. В составе наших натуральных витаминов присутствует концентрат фосфолипидов в сои. А это природный носитель всех природных фракций витамина Е. Это и токоферолы все фракции, и токотрейнолы. С моей точки зрения, это тоже очень интересный компонент, который разрабатывается швейцарской компанией DSM Nutritional, это гигант нутрицептической сферы. Это тоже очень интересный компонент, очень интересное открытие. Если мы говорим, например, о витамине С, то в данном случае витамин С представлен в виде концентрированного экстракта ацеролы. Это плоды барбадовской вишни, но на самом деле это не вишня, а это тропические ягоды, которые в природном своем виде содержат очень много витамина С. Примерно так же, как наша сибирская черная смородина. Но просто из ацеролы можно выделить концентрированный витамин С, а из смородины очень трудно. Отличие природного витамина С в данном виде заключается в том, что он содержит в себе не только витамин С как чистую субстанцию, но и то, о чем я говорил, это биофлавоноиды, которые действуют вместе с витамином С. А если вспомнить, что в составе данного продукта присутствуют в чистом виде мощные биофлавоноиды, например, в сибирской лиственнице в виде чистого дигидрокверцетина, мы понимаем, что действие это еще больше усиливается. Давай вспомним витамин К. Лет 50 назад считали его второстепенным витамином, что витамин К участвует в процессах свертываемости крови, но на самом деле от этого мало кто страдает, и всегда его по остаточному принципу рассматривали. А в последнее время выявили, что витамин К на самом деле оказывает огромное количество и других действий, например, на костную систему, на ту же самую. И, возможно, витамин К для здоровья костей не менее важен, чем витамин Д. Витамин К участвует в полноценной работе сердечно-сосудистой системы, и поэтому сейчас к нему большое внимание. Но, опять же, витамин К синтетический – это одна единственная фракция природного витамина К, который состоит из многих фракций. И, опять же, мы сужаем функцию. То есть, если мы говорим об одной узкой точке приложения, то да, синтетический витамин К нормально. А если мы говорим о том, как в природе действует комплексный витамин К, то, конечно, сравнить натуральный и синтетический невозможно. И в данном случае в нашем продукте присутствует витамин К производства инновационной норвежской фирмы «Натафарма», которая получает данный витамин по очень интересной технологии, которая взята из традиционной японской кухни, где очень часто используются ферментированные бобы. В данном случае ферментированные соевые бобы, которые используются как основной продукт питания и как элемент многих соусов и так далее. И вот оказалось, что в процессе ферментации бобов при участии определенных бактерий вырабатывается натуральный витамин К во всех фракциях, которые присутствуют в природе. И вот эта компания «Натафарма» научилась выделять его в чистом виде. И в данном случае он присутствует в нашем продукте. На самом деле, знаешь, практически про каждый компонент натуральных витаминов можно рассказывать потрясающую историю. Я вот как клиент, я горжусь, что в Siberian Wellness собираются все у мира вот эти жемчужины, привозят в Россию и на производстве производят самые лучшие продукты. Ну, для меня это самый лучший продукт, самый инновационный. Юрий, расскажи, вот на твой взгляд целевая аудитория натуральных витаминов. Давайте так скажем, что витамины употребляют все. Как минимум один раз в год или два раза в год в зависимости от сезона. И нужно понимать, что поскольку их принимают все, то это очень разношерстная аудитория. Кто-то принимает только потому, что сказал врач. Кто-то принимает потому, что так принято. А кто-то принимает потому, что наступила беременность. И беременные все принимают витамины, потому что риск дефицита витаминов в данном случае является очень критичным. Но если мы понимаем, что это очень разношерстная аудитория, то мы должны понимать, что у людей разный уровень подготовки, разный уровень интересов, разный уровень ожидания, который они хотят получить от витаминов. И поэтому рассчитывать на то, что все начнут принимать данный продукт, это неправильная позиция, неправильный подход. Мы должны понимать, что это продукт для людей образованных, продвинутых и которые очень много знают в науке питания, которые сами следят за своим питанием, которые сами в максимальной степени стремятся себя обеспечить витаминами и минералами непосредственно из продуктов питания. Но при этом они понимают, что даже если бы они сосредоточили все свои усилия, все свое время и все свои деньги на поиски адекватных продуктов, содержащих достаточное количество витаминов в природном виде, они это в условиях города сделать все равно не могут. Это нужно понимать, потому что тут сразу несколько ограничений. Я даже говорю не о финансовых ограничениях, не о временных ограничениях, я прежде всего говорю о калорийных ограничениях. Для того, чтобы обеспечить все натуральные витамины и минералы из пищи, мы должны с вами повысить планку суточной калорийности до 3-5-10 тысяч калорий. Для наших далеких предков это было не проблемой. Они и так сжигали еще больше. Но именно за счет такого огромного количества пищи, которую они поглощали, они полностью себя обеспечивали натуральными витаминами и минералами. Мы в нашем городском ритме жизни сократили калорийность питания, по сути дела, до 1600-1800 калорий в сутки. Если даже мы попытаемся в эту калорийность воткнуть самые низкокалорийные продукты, но содержащие высокое количество витаминов и минералов, нам все равно не удастся удержаться в этих рамках. И поэтому именно на таких людей это и рассчитано. То есть те люди, которые следят за органическим питанием. Кстати, очень хорошая аналогия. Существует огромное количество людей сегодня во всем мире, которые стремятся найти органические продукты питания, сертифицированные как органические продукты питания. Казалось бы, какая разница, огурец вырос в теплице или органические? Для обычного человека разница может быть минимальна. Для того человека, который понимает, как устроена биология того же самого огурца, что происходит в процессе его созревания, какие пестициды или удобрения используются, какие примеси в конечном продукте будут, для него это огромная разница. Вот здесь та же самая ситуация. Это продукт для тех людей, которые понимают. Для тех людей, которые сами уже что-то в своей жизни делают для себя, чтобы изменить свое питание, свой образ жизни, свое движение и так далее. Я бы сказал, что это продукт для очень подготовленных людей. И на самом деле эта ниша только сейчас начинает развиваться. Ты правильно сказала, что это первый продукт с натуральными витаминами и минералами на всем пространстве, я бы сказал, даже не только Советского Союза, но и окружающих стран. Потому что эта ниша начинает только формироваться. Только сейчас возникли эти технологии, которые помогают выделить витамины и минералы натурального происхождения в достаточно высоких и адекватных дозах. Эта ниша начинает формироваться. И, конечно, первыми туда придут люди, которые уже знают об этом. Ты знаешь, к вопросу, что люди, которые знают об этом, они понимают прекрасно, что витамины надо пропивать не раз в год. Потому что пластические процессы идут ежеминутно, ежесекундно. Нам каждый день нужны строительные материалы для клеток. Ну вот это к тому же вопросу. То есть все принимают витамины, можно сказать так. Абсолютно все принимают витамины и минералы. Но когда ты начинаешь разбираться, то оказывается, что большинство из них принимают витамины и минералы один раз в год. И значит, они уже внутренне не готовы понимать, зачем они нужны. А если люди не понимают, зачем нужны витамины и минералы, то для них разница между натуральным и синтетическим вообще микроскопическая. Они не готовы принимать решения туда или сюда. Спасибо большое за интереснейший рассказ. Вы видите, что научные открытия не стоят на месте. Несомненно, будет получено большое количество интересных компонентов. И они найдут жизнь в продуктах Siberian Wellness. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова